Всем привет, с вами снова Камила, я учусь и живу в Китае, и сегодня я отвечу еще на два очень важных вопроса. Итак, первый вопрос. Безопасно ли жить в Китае? На этот счет следует предоставить язык справочных данных. Расскажу немного о рейтинге преступности в разных странах мира. Китай находится на 34 месте, при этом Россия на 73, а США на 103. Так что, в принципе, сравнивая, могу сказать, что в Китае жить намного безопаснее. На самом деле этот рейтинг не пустые слова, это ощущается уже здесь на месте, потому что здесь без проблем можно спокойно вечером, ближе к 11 даже ночи, спокойно выбежать в магазин, там, за продуктами, за хлебом, вечером кушать захотелось, что-то такое. Также иногда на выходных мы ходим гулять по городу, чтобы посмотреть разные достопримечательности Харвина, а здесь их много, вот. И возвращаемся уже, когда стемнело, потому что зимой темнеет рано, особенно в Харвине. Мы без труда возвращаемся, потому что китайцы, на самом деле, очень спокойный народ и вообще не агрессивный. Это замечалось не раз, и в диалоге, и в повседневной жизни китайцы, они очень спокойны. Итак, второй вопрос. Как я нашла китайских друзей, как произошло знакомство, где, в принципе, их искать? Когда я сюда приехала, мы, когда вместе сюда приехали, мы ни А, ни Б, ничего не понимали и разговаривать не могли, поэтому в начале года это было достаточно проблематично. А китайцы, как я и говорила уже в прошлом видео, на английском не говорят вообще. Ну, то есть, говорят, но редко, и не так много, и не так хорошо, ну, по крайней мере, с китайским акцентом, который нам тяжело понять. Однако я советую участвовать в разных мероприятиях университета, возможно, ходить куда-то, где очень много китайцев, в какие-то кафешки, куда угодно. Везде можно найти китайцев, с которыми можно найти общую тему для разговора. В начале года, конечно же, в идеале нужно найти китайца, который может все-таки говорить на английском, да, они здесь есть, мне повезло, я нашла китайца, который может говорить, и, в принципе, в какой-то степени он мне помогал с китайским. Это большой плюс, это большой толчок, особенно в начале года, поэтому не опускать руки, нужно постоянно куда-то ходить, нельзя все время сидеть в общежитии, потому что просто сидя за учебниками, просто зная слова, невозможно их применять на практике, нужно все время разговаривать с китайцами. Постепенно мы уже начали осваивать язык, в принципе, мы многое понимаем, поэтому друзей стало находить еще проще. Китайцы очень дружелюбный народ, и они очень хотят дружить с иностранцами, на самом деле, то есть здесь все происходит так, как вы относитесь к китайцу, так и он относится к вам. Соответственно, вы находите больше друзей, опять же, больше практики, больше китайского. Ну, я думаю, что на этом все, я оставляю ссылочку на свой ВК, Инстаграм и QR-код к Вичату, обязательно пишите, подписывайтесь, задавайте любые вопросы, я отвечу на все. Спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok